всем привет с вами кекс и сегодня мы с вами будем делать вот такой красивенький тортик женская вышиванка этот тортик очень колоритный смотрится ярко и к тому же его очень просто делать рецепт тортика вам указывать не буду пока мисс потому что здесь покажу просто по тому как его украшать под начинку вы можете использовать все что вам нравится поэтому загружать не буду здесь у меня внутри была молочная девочка с бананами и апельсинами и кремом мороженое который тоже со временем я вам расскажу и сниму и обязательно все покажу как я это делаю мастика здесь у меня тоже моя которую я вам уже показывала как делаю вы можете перейти по ссылочке сверху если кто не видел посмотрите пожалуйста и сделайте с ней очень удобно работать вы видите она хорошо и ровненько катается поэтому проблем я думаю это не создаст этот тортик я делала для мамы она у меня заведующая детском саду у них была аттестация там для района все очень серьезным и все было в тематике украинской там и детки в вышиванках танцевали и мама моя себе вышиваночку приобрела и еще все красиво и захотела побаловать своих так сказать и сотрудников и проверяющих таким вот вкусным тортиком вот поэтому я и решила есть делать именно вышиванку чтобы все было в одной тематике свой тортик я делала круглым изначально выравнивала его под круглые но когда уже начала картошкой шоколадом то я чуть-чуть сгладила бока так что он у меня получился не совсем круглый а немножко продолговатый то есть ну и я сейчас покажу вы видите он то есть не сильно заметно вот ну вот чуть-чуть вот вы видите что он по длине у меня чуть-чуть буквально больше ну может на сантиметр это как бы роли не играет может быть круглый может быть вообще можно если вам на маленький вес нужно допустим я часто если и картошки у меня не было то я бока чуть-чуть срезала выравнивала то есть она продолговатое как тело получалось и потом эти бока я перетирала в картошку и этими боками грубо говоря выравнивала и никаких ни остатков ни отходов все под ноль все уходит смотрите я покрыла свой тортик мастикой и пока у меня еще там ничего не приклеилось я внизу чтобы у меня это было типа как кофточка делаю вот такой вот захват и делаю стягиваю туда и небольшие такие оборочки там у меня будет жгутик и казалось чтобы что это как пояс такой вот и поэтому я чуть-чуть вы видите подтягиваю чуть-чуть сжимаю и как раз у меня это получится как бы не с моей кофточки здесь я аккуратненько обрежу под самому краю моей подложки чтобы это было до самого края у меня это кофточка ну а на остальном я его просто вокруг аккуратненько обрежу то есть это уже там у меня не принципиально там не будут и рукавчики и все остальное ну все по ходу все расскажу дальше я прижимаю по краю у меня на кухне довольно жарко потому что пекся еще один тортик поэтому я свой тортик доставала буквально на 15 минут и обратно засовывал холодильник потому что очень уж ему было жарко и он начинал таять поэтому когда я его достала шоколад который покрытый сверху он стал как бы немножко липковатый я не смачивала водой бока и мне мастика хорошо пристала если вам нужно вы можете кисточкой слегка увлажнить бока чтобы хорошо у вас пристала мастика и как в других тортиках я показывала я прохожусь бочком своей выравнивающего утюжка чтобы истончить мастику на низу и аккуратненько чтобы мне дало его обрезать и не получалось никаких у меня лишних ненужных всяких вещей смотрите я сейчас обрезала где-то посредине моей придавленной полосочки и сейчас смотрю где-то кое-где мастика подтягивается кое-где нет и поэтому я уже вижу где у меня остается лишнее и тоненькими полосочками уже подрезают так как это мне нужно там где это мне не нужно соответственно я не подрезаю бывает такое что у нас очень сильно поднимется и там начинают просвечиваться капелька шоколада я потом утюжком аккуратненько круговыми движениями чуть-чуть стягивая вниз прокручиваю на этой боковинке и мастика чуть-чуть тянется вниз то есть тоже чтобы никаких проблем там ничего не показывалось у нас никаких шоколада у нас все беленько все красиво вот эта часть у нас уже готова я заказала вот такую вот вафельную картинку у девочки мне понадобится только вот это вот верхняя и я так думаю большие вот эти штучки я сделаю на рукавах вдоль всего рукава у меня будут большие крупные цветные думаете маленькие мне не понадобится в этот раз может на какой-то другой тортик этой все испробую я вот уже вырезала вырезала я внахлёст белым то есть отдельно по цветам я не вырезала я уже показывала как покрывать вафельные картинки я заказываю декор гель специальный он на самом деле не очень дорогой я сейчас заказывала если я не ошибаюсь 100 грамм 11 гривен у нас в городе то есть это не очень дорого ну есть и подороже конечно то есть если поискать то можно найти и очень дорого и очень дешево это у меня уже остатки декор геля так сказать уже с предыдущей партии я решила уже их вымазать на низ одного из этих но он меня постоял в холоде и он такой очень густоватый плохо тянется поэтому немножко проблематично с ним работать вот греть его не нужно там и на коробочках пишут что не нагревать я думаю там не знаю с чем именно это связано но я не грела в общем дальше мучиться не буду уже буду покрывать новым нормальным гелем сейчас я при клею вначале свой центр тотик они сразу уже будет вырисовываться и я прикладываю приблизительно вижу так как мне надо что у меня там будут еще бусики и я пальчиком прохожусь чтобы у меня прилипло по всему основанию и нигде края у меня не отходили чтобы все было красиво вот уже я достала свой новый декор гель он намного мягче и хорошо тянется и аккуратненько прохожусь по верху своей картинке вы видите как она сразу на глазах становится ярче и красивее 10 раз по одному месту кисточкой проходиться не нужно потому что есть недобросовестные печатальщики так сказать вафельных картинок у которых или может с краской не то или может принтер плохой что краска может потянуться у вас за кисточкой поэтому советую лучше с одного раза взять на кисточку провести взять на кисточку провести не надо десять раз в одну сторону теперь я вырезала из белой мастики из остатков который я обрезала вокруг вот такие у меня будут рукавчики буквально на глаз вы видите может там они чуточку не одинаково я просто раскатала и на глаз вырезала по длине я примерила вокруг тортика что это где-то порядка 20 сантиметров они у меня и сейчас я точно также намазываю сзади свои вафельные картинки многие девочки спрашивают можно ли намазать чем-то другим честно вот не советую лучше 11 гривен потратить на 100 грамм этого геля и не морочить себе голову потому что там проблематично я один раз попробовал и после этого больше никогда и покупаю постоянно теперь декор гель прикладываю я свою картиночку точно также какие там я показывала я приглаживаю ее ручкой чтобы она у меня везде пристала и нигде ничего не вылазил не выглядывала и сразу на второй чтобы придать объемности своим рукавчиком мне нужно бока рукава слегка загнуть то есть я вот так вот их туда внутрь и загибаю это придаст объемности как бы у нас рукавчик то не сплошной лист а он как бы кругленький поэтому там ручки должны быть внутри он должен быть казаться объемом сейчас я там где манжетик прижимаю просто пальчиками вы заметили я не покрывала гелем пока миссии и здесь я делаю произвольные такие складочки то есть тоже у нас не может быть такой прям круглый стоячий рукавчик то есть у нас ручка валанчик вот этот он такой немножко должен быть поджатый и это все я приклеиваю на водичку на боковушки торта это уже было где-то часа два ночи поэтому я не успевала все вместе снимать я насадкой от кондитерского шприца раскатала мастику и насадкой сделала такие кружочки потом эти кружочки скатала в шарики чтобы это у меня было все одинаковые размером это будут мои бусики мастика кстати это тоже я просто вы добавила красного цвета в ту мастику которая у меня оставалась то есть никаких тоже отходов ничего не остается причем она чуточку плотнее с ней сейчас удобнее уже работать раскатала длинную трубочку и скручиваю это у меня будет жгутик то есть я раскатала длину сложила ее на пополам и между собой перекрутила сделала таких три штучки 2 коротких на рукавчике 1 по длине и на пояс и потом я еще с экструдера выдавлю такие тоненькие тоненькие штучки это мои кисточки будут на на поясе завязочки мои я сейчас показываю я туда добавила красный краситель но так как мастика у меня из маршмеллоу она не дает очень яркому цвету быть то есть она всегда такой у нее не очень насыщенный цвет это я уже потом поняла когда тортик не надо было уже относить отдавать а мне не совсем нравилось что цветы у меня яркие и красивые а полосочки вот эти мои больше розовые чем красные поэтому я потом еще взяла развела немножко гелевого красителя добавила буквально там пол чайной ложки водки и все это потом сверху прокрасила еще красным цветом и тогда это меня очень устроило все стало ярко и красиво и все все понравилось когда я принесла в общем сейчас вы видите я просто вокруг приклеиваю на водичку чуть-чуть свои жгутики чуть-чуть закладывая их под низ туда потому что они ждут вокруг ручки точно также вокруг пояса они идут так как я же говорю мне на кухне было очень жарко и у меня сразу выступал конденсат на тортике и поэтому меня все хорошо приклеивалась без дополнительной воды и если у вас такого не происходит то советую чуть-чуть намочить там где вы будете клеить потому что она у вас потом может отвалиться а у меня все отлично приклеивается я свои шарики сейчас и раскладываю это будут мои яркие красные бусики я их положила вот так вот сверху и опуская вот так вот этими шариками до самого низа то есть они же у нас типа вокруг шеи идут вот так как шеи мы тела не не любим резать и не любим их изображать как бы это торт его кушать и тела никто не любит вот ну а рубашечку поприятнее поэтому мы не делаем просто бусики и рубашечку вот собственно все получается очень красиво потом я поставила это все в холодильник она у меня еще остыла и в коробку и отвезла все понравилось все прошло на высшем уровне так что если вам понравилось ставьте пальчики вверх выложу для вас еще много интересных видео с вами был ваш кекс собственно вот еще раз такой тортик который я сделала картинки пожалуйста вот яркие то что я говорила что я покрасила сверху и стал он яркий и еще туда я мак один прицепила из своей же мастики которую цветочную я вам показывала можете зайти посмотреть удачи всех целую пока пока